здравствуйте рада видеть вас на своем канале и сегодняшнем видео я хотел бы подвести рукодельные итоги ноября ноябрь последний месяц осени как вы видите у меня еще до сих пор осенний антураж на моей сезонной полочке но все точно абсолютно все осенние сюжеты я закрончила было у меня много финиша в этом месяце и поэтому следующее видео вы уже увидите в новогодней обстановке с новогодними какими-то украшательствами но не буду на этом задерживаться давайте же начнем и начну я со своего долгожданного финиша вот вот наконец-то я закончила свой чертополоховый сэмплер это сэмплер от джанет дуглас вышивала я его по естественно оригинальной схеме ниточками которые входили в оригинальный же пак то есть все нитки у меня были по ключу наконец наконец-то я его закончила долго я его мучила дался он мне очень нелегко но давайте же наконец покажу что у меня получилось и вот он вот моя красота вот то что получилось просто необыкновенно мне нравится какой получился результат конечно же естественно не как он не передается никак он не хочет показываться в на камеру но обязательно что-нибудь придумаю или поставляю вам фотографии или может быть как-нибудь поближе поснимаю но это конечно красота он совсем совсем небольшой размер его всего навсего 16 на 20 сантиметров казалось бы да что я вот а мучила по-моему начала его в сентябре и вот заканчиваю уже в последних числах ноября но да тут шовчики тут мало крестиков тут надо было подумать разобраться и в общем-то уделила я ему внимание брала целый свободный день и уделяла только этому процессу вот целый целый день таких дней у меня немного и наверное где-то дней за 14 я вышивальных конечно дни я его закончила никогда бы не подумала что так он у меня сложно пойдет но вот как есть что делать красота требует жертв что называется все-таки шовчики они требуют определенного внимания и определенного мастерства если их долго не выполнять забываешь как это делается сложно подсчитывать постоянно ошибаешься в общем что я буду рассказывать не буду нагонять тоску может быть это было так все у меня потому что многие этим сэмплером интересуются многие бы хотели его вышить так как этот сэмплер уже снят с производства и найти пак к нему довольно сложно мне просто чисто вот случайно повезло юля шнитка но она знала что я хочу вышить этот сэмплер и мне этот пак по дружбе так сказать по адекватной цене на тот момент она мне уступила этот пак вот поэтому видите чисто случайно определенным чудом этот сэмплер нашел меня а я его и вот наконец-то я его закончила и вышила ниток осталось не так чтобы очень мало но на второй отшив вряд ли и хватит у меня полностью закончился один цвет остались какие-то просто образцы ниток так я сейчас не буду очень сильно долго углубляться в этот сюжет потому что но не всем как бы не все его понимает не всем он нравится то скажу только да что вот самая интересная ниточка с переходами ее практически не осталось у меня вот просто какие-то огрызочки я в общем-то сильно по этому поводу не переживала потому что у меня был не начат еще один моток этой нитки но вот всех остальных не так вот видите такое количество вряд ли здесь хватит на еще один отшив но каких-то ниточек хватит меня просили поделиться до этим паком ну как это перепродать до остатки я пока еще не решила пока что я наверное не буду его продавать да у меня есть идея снять подробнейшие видео про этот сюжет и рассказать что по большому счету ну вот честно да здесь есть нитки вот с явными переходами но все можно заменить на нити или других производителей с переходами или крашены какие-то ниточки здесь вот в основном вот это вот нитка одна только сложная вот вот только одна ниточка вот с такими прям явными разноцветными переходами и вот без нее никак не обойтись она у меня есть я ее специально отдельно покупала потому что хотела вышить этот сэмплер подбором но вот как видите у меня потом чудом появился пак поэтому мне эта ниточка я ее тоже пока не буду продавать потому что очень красивый цвет очень красивые переходы возможно что я ее куда-то в другое место применю но вот как я уже говорил хочется мне снять видео и показать все подробно рассказать что на что можно заменить а без чего обойтись никак не получится потому что по большому счету этот сэмплер мне кажется можно вышить и просто нитками и dms там или другого производителя просто подобрав цвета вот вот этот нижний бордюр вот однозначно можно вышить только вот этой ниткой будет мне кажется ничуть не хуже вот давайте мы не будем только на этом сэмплеры как я уже сказала останавливаться постараюсь снять отдельные видео на него и показать все подробности рассказать о нем немножко подробнее какие у меня здесь случались проблемы и в принципе их можно избежать если они знать что я делала по ключу что не по ключу в общем скорее всего да я сниму видео и подробно подробно об этом обо всем расскажу давайте мы теперь перейдем к своему к моему еще одному финишу ноября еще один грандиозный финиш ноября это моя замечательная осень золотая осень по набору от мари искусницы набор оригинальный называется подкленным сейчас я уже не могу вам его показать уже поделилась остатками отправила девочки которые его захотела но я думаю что там особой разницы нет превью очень хорошо совпадается с результатом поэтому даже не обязательно его показывать вот такая вот красота очень очень подробно я об этом об этой работе уже рассказывала в предыдущем не предыдущем 8 оставлю ссылку на это видео поэтому тоже особо долго останавливаться не будем потому что здесь в этом видео мы просто подводим итоги просто хвастаюсь что я успела все-таки навышивать за ноябрь за последний месяц осени единственное что скажу абсолютно не жалею что я взялась за эту работу хоть мне пришлось приложить некоторые усилия чтобы все-таки закончить ее осенью если бы я начала раньше там допустим в августе вот можно было абсолютно не спеша спокойно за три месяца за август за и за три месяца осени эту работу закончить здесь по моему 28 если не ошибаюсь тысяч с лишним крестиков в этом месяце я так приличник это ударными темпами по моему 1010 точно я на этой работе сделала работа несложная очень простая хорошо разработанная схема да есть некоторая мешанинка но она абсолютно здесь нет одиночек здесь все очень сделано по уму очень проработка хорошая как я уже сказала так нитки у меня тут затесались и единственное что до бэкстич здесь сложноватый не в плане выполнения он практически весь счетный а в плане того что приходится вышивать по местам на которых этот бэкстич не совсем хорошо виден и если даже пользоваться перенабором который нам предоставляет сама мария искусница фирма мария искусница тоже вышивать его довольно сложно потому что перенаборах у марий искусницы цвета в саге не соответствует реальным цветам вышивки очень сложно ориентироваться если вышивать можно то вышивать бэкстич по саге для меня было очень сложно я вышивала просто по обычной схеме обычной схемой схемы на économы в этом наборе черно-белая очень хорошо читаемая и довольно большая данная такая крупная схема для глаз абсолютно комфортная так что вот мои дорогие вот такой у меня еще финиш и переходим к следующему финишу уже довольно таки маленькому еще одним финишем ноября была вот такая вот замечательная лошадка вышивая ее в совместном проекте твой новый год это была моя заявленная работа и вот вот она закончена все мои заявленные работы кроме одной в этом проекте завершены и конечно же ждут своего оформления оформлять я уже буду в декабре потому что это требует определенных усилий надо достать машинку надо собраться с мыслями надо придумать да как я хочу оформлять но оформление обязательно будет и поэтому конечно же я думаю что в декабре тоже ждут нас интересные видео вышивала я на равномерке 28 каунта с блестками с люрексом конечно же ничего не передается сейчас красиво сейчас мы с вами попробуем замечательная работа тоже они довольно таки подробно рассказывала видео на нашем на моем канале из кому интересно но тут особо-то рассказывать ничего чего обычный мелхил обычный бисер мелхиловский единственное что отличает это работа то что здесь довольно много этого бисера то есть ниточки здесь мало какой-то скелетик определенной лошадки все остальное расшивается бисером но по сути очень красивая работа так и теперь мы с вами переходим конечно же к процессам я вам покажу да что то что начала я вам уже показывала а как продвинулась еще нет давайте посмотрим что там у меня она вышивала из-за процессов которые я начала в ноябре это тоже совместный проект и твой новый год я начала рождественские игрушки от верма диманченс вышиваю я вот эту игрушку она у меня в принципе одна и была заявлена и планирую я ее конечно же в декабре уже закончить вряд ли я успею еще что-то вышить ну и может быть начну а закончу уже в следующем году но мне кажется это уже не будет считаться итогами этого года вот такая вот игрушечка вышивается и давайте посмотрим вот то что у меня есть сейчас на канве я не стала отрезать кусочек от общей основы ну просто так даже полегче запяливается опять у меня в норке однушка это один и вот здесь вот пришлось подшить конечно же фетр чтобы хорошо держалась натяжка но более-менее так по крайней мере ну что он здесь наверное половина работы но как видите не бэкстич никакие не фрузилки которые здесь в изобилии никакие декоративные шопчики здесь не выполнены вышивается очень легко ничего сложного я для себя не вижу кроме конечно же ощущение что эта маленькая работка требует на себя очень большого внимания потому что во первых да здесь надо вышить почти 5000 крестиков ну где-то четыре с половиной пять тысяч крестиков висит каждая работа во вторых по выполнению этой всей работы надо будет выполнить еще одну работу вышить все обшить практически все бэкстичем фрузилки здесь также есть да и конечно же надо будет еще собрать эту игрушку поэтому возни здесь довольно таки много всегда вроде кажется совсем малютка но что там делать нет нет на нее тратится порой даже больше усилий чем на какой-то большой там хаед конечно же не в плане конечно объемов а вот допустим 5000 стежков на маленькой игрушке все-таки требует больше усилий чем 5000 стежков допустим на каком-то большом хаеде или химере потому что там ну просто шьешь и шьешь вышиваешь и вышиваешь никаких больше усилий не затрачиваешь а здесь надо еще как я уже сказала сделать все стежки дополнительные и еще собрать эту игрушку но зато результат будет великолепный я конечно вряд ли буду вышивать по одной игрушке в год потому что это растянется как вы понимаете на 6 лет потому что собственно говоря вот 6 игрушек хотя вполне можно было бы и растянуть но все-таки мне хочется побыстрее закончить этот набор вполне возможно хотя бы по две игрушки в год я буду вышивать ну уже конечно же приступлю ко второй в следующем году а может быть не приступлю не знаю не знаю посмотрим потому что вот я лично не готовлюсь к новому году в течение всего оставшегося года да я все-таки стараюсь новогодние игрушки вышивать ну по крайней мере начиная с октября потому что за это время октябрь ноябрь декабрь они мне так надоедать что уже дальше не хочется хочется вышивать что-то другое вот мои дорогие вышиваю с обычных вот палеток парку иголочки вот так вот в общем все все как обычно вышиваю по саге сагу нашла просто на просторах интернета с ошибками да встречаются ошибки но ничего страшного там они не критичны их они легко распознаются поэтому я их учитываю и справляю и вышиваю дальше спокойненько так и еще один набор я начала тоже конечно же на новогоднюю тематику но это уже ни в какой совместный проект не входит это вот лично мое пожелание набор от жар птицы называется он у камина замечательные ножки видны пары которые ловит кайф в новогодние праздники я подробно рассказывала почему мне пролистил этот набор наверное все уже знают так давайте покажу что у меня тут выше то так иголочка вот выше то совсем-совсем немножко но я конечно же планирую в декабре этот набор полностью закончить вышиваю по схеме вот так вот закрашиваю на пол напоминаю да кто невидимое предыдущее видео что этот набор у меня отзеркален то есть он перевернут потому что у нас немножко другое расположение и нас на кровати и соответственно елка у нас другой стороны поэтому вот мне так захотелось поиграться немножечко но я не сказала что это усложнит процесс просто когда зеркалишь да допустим в программе сиди там значки тоже переворачивается иногда это не будет в некоторый ступор особенно вечером когда уже уску стал но ничего тут самое главное начать приспособиться дальше все идет как по маслу ну у меня мой моя нога готова видите с тапком правда еще без бэкстича бэкстича здесь тоже огромное количество в этой работе вот и вот носок мужа тоже уже почти вышит вот он тоже совершенно бэкстича непонятно что и где и вышита у меня кошечка вот она вот эта кошечка она у меня с этой стороны ну почти вышита так скажем ее тоже надо обработать бэкстич поэтому тогда она будет не похожа на такое непонятное что а будет похоже уже на кошечку как я уже сказала конечно же планирую закончить в декабре и это конечно же будет прикладная вышла прикладная работа скорее всего это будет такая подушечка которая вешается на ручку двери чтобы было понятно да кто там живет и что делает в данный момент так что вот мои дорогие и давайте же подведем крестиковые итоги как я уже сказала у меня было пять процессов тремя я финишировала два остаются у меня в работе и всего в ноябре я вышила 17000 с небольшим крестиков 17000 52 крестика результат неплохой бывало и лучше но в принципе меня этот результат полностью устраивает я надеюсь что я войду в новый год будет у меня никаких переходящих работ а если они вдруг случаться до в последний когда я вот это все закончу все оформлю мне еще вдруг останется время то я начну конечно же какую-нибудь работу но она совершенно не будет уже к этому году никакого отношения иметь я ее этим годом считать не буду то есть эта работа пойдет на следующий год поэтому может быть есть у меня желание итоговое видео сделать именно в декабре чтобы уже полностью закончить год и новые начать его все оружие с новыми процессами абсолютно новыми процессами и конечно же да хочу ответить на вопросы по поводу вот этого набора до которого я как раз и показала в последнем видео который вышел во вторник в неурочное до время обычно мои видео выходят по пеннице вот эта замечательная подушечка от компании будет reds по дизайну вильяма морриса меня спросили вот сразу отвечаю я конечно в таком восторге конечно же забыл сказать наверное упомянул но наверное видимо недостаточно эта подушка вышивается гобеленом шерстью естественно и гобеленовым стежком вернее в инструкции как в инструкции предлагается нам вышивать ее или гобеленовым стежком или полукрестом но сути не меняет на при на лицевой части будет у нас виден полукрестик поэтому вот видите даже на превью видно что вышло все таким полукрестиком и еще на у нас компания предлагает из два варианта мы можем вышивать или по нанесенному рисунку вот на конве да это стромин 12 каунта или мы можем использовать схему то есть перевернуть стромин или вышивать прям так но используя схему я наверное буду вышивать по нанесенному рисунку но при этом используют схему и еще если вас интересуют эти наборы мне в контакт написала моя подписчица большое ей спасибо и оставила ссылку она вышивала наборы этой фермы именно по велиму морису просто великолепный результат получился я тоже обязательно оставлю ссылку в инфобоксе пожалуйста проходите к ней посмотрите какая красота получается и кто боится пожалуйста но не бойтесь но это действительно очень и очень не сложно вышивать гобеленом вышивать шерстью своеобразная до вышивка своеобразно но ничего сложного нет вполне возможно что несколько дней займет вот это втягивание в новый для вас процесс но поверьте мне ничего сложного в этом нет и схема сама очень простая поэтому кому хочется пожалуйста конечно же у кого конечно есть потому что набор не дешевый и поэтому компания гела предоставляет скидку 10 процентов по промокоду елена цвет который вы можете найти в инфобоксе на набор купленный на официальном сайте именно на линейку body dress не обязательно да вот вели морис а именно вот на линейку body dress вы знаете там есть и домики в разрезе и в общем разные разные опять оставлю ссылку на это направление пожалуйста заходите смотрите может быть вы себе сделаете к новому году такой вот подарок или кто-нибудь вам сделать такой замечательный подарок опять же к новому году потому что все-таки новый год это праздник волшебства и чудес а чудеса под новый год должны случаться и еще мои дорогие хотела напомнить вам что сейчас в контакте в моей не в моей группе а на моей личной страничке проходит распродажа портьерных тканей я вам говорила что нам пришлось освоить освободить склад моей свекрови она занималась шитьем штор покрывал в общем домашним текстилем и теперь все эти ткани находятся практически в моей квартире мне жить где-то надо поэтому мы эти ткани распродаем по очень привлекательным ценам большое спасибо всем тем девочкам кто заинтересовался кто уже купил я практически всю неделю занималась тем что отмеряла ткани рассылала их я думаю что все нормально все 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 свои ткани вовремя получит если вас интересуют портьерные ткани скатерные ткани заходите пожалуйста там цены действительно очень приятные все контакты все канал ссылки на альбомы в которых можно посмотреть ткани я оставлю в инфобоксе если вас что-то заинтересовало я могу но непонятно да по фотографии вы задавайте вопросы и вообще я могу даже поснимать то есть вот некоторые девочки просили я им снимала видео с этими тканями толщина их податливость их плотность это все лучше конечно видно видно на видео вот отправляю я почты россии по москве мы с вами можем встретиться потому что ну действительно скани тяжелые и рассчитывайте да если вы заказываете на свои силы потому что отправка почты россии сейчас недешево это где-то примерно триста шестьдесят четыреста рублей по моему там до двух килограмм вот в основном у меня вот такие суммы получали чтобы отправить посылку так но наверное я все сказала все ответила я думаю что мы с вами расстаемся ненадолго максимум до следующей недели а может быть какое-нибудь видео выйдет и пораньше что-то под конец года я разошлась и мои видео иногда выходит в неурочное время все мои дорогие на этом я прощаюсь была очень рада что вы зашли ко мне в гости до свидания увидимся в следующем видео